Порт Курык В настоящее время 90% грузов, входящих на территорию Азербайджана, транзитные, и доля грузов, пришедших через Казахстан, весьма большая. Уверен, что созданная инфраструктура и постоянно обновляемая логистика повышают привлекательность региона в глобальном маршруте «Один пояс, один путь». Без сомнения, с каждым годом поток грузов по линии «Восток-Запад-Восток» будет расти, поскольку этот маршрут как по времени, так и по тарифам становится выгоднее для компаний. Отметим, что Казахстан и Азербайджан сегодня прилагают большие усилия для улучшения логистических условий грузоперевозок по трансказпийскому маршруту. Страны модернизировали транспортную инфраструктуру как на море, так и на суше. Для Азербайджана самый выгодный путь для выхода в Центральную Азию, Китай и Восточные регионы – это Казахстан. В настоящее время Каспийский регион превратился в транспортно-логистический хаб, который объединяет Восток с Западом. Поэтому совместные транспортные проекты Азербайджана и Казахстана очень важны в целом для Евразийского региона. Существующий потенциал позволяет увеличить грузоперевозки до 15 миллионов тонн в год, а в будущем до 25 миллионов. Стоит отметить, с начала эксплуатации порта Курык произведено более тысячи судозаходов. В целом через порт перевезено более 3,5 миллионов тонн грузов. В основном нефтепродукты, зерновые культуры, металл, уголь, химикаты, продукты питания. На четырёх причалах комплекса Курык могут одновременно обрабатываться четыре парома. В сутки восемь судов. По итогам 2018 года перевалка грузов составила на 10% больше, чем по сравнению с 2017. То есть в прошлом году было перевезено 1 миллион 610 тысяч тонн. На сегодняшний день в порту Курык планомерно развивается инфраструктура. Планируется, что в ближайшем будущем здесь появится причал для габаритных сухогрузов, будет организована крановая работа. Венгрия – ключевой союзник Казахстана, Восточной Европе и Евросоюзе. В свою очередь Нур-Султан – стратегический партнёр Будапешта среди государств Центральной Азии. Этот факт особо подчёркивают представители венгерской страны. Сегодня страны видят в углублении взаимодействия большой потенциал. Как отметил в эксклюзивном интервью телеканалу «Казах ТВ», заместитель премьер-министра Венгрии, министр финансов Михай Варга, прочной основой для увеличения товарооборота и расширения масштаба экономического сотрудничества между Казахстаном и Венгрией, служат выстроенный политический диалог и дружественные связи. Добро пожаловать в Казахстан, мистер Варга. Как бы вы охарактеризовали экономическое сотрудничество Казахстана и Венгрии? Казахстан является для нас приоритетным стратегическим партнёром в Центрально-Азиатском регионе. Мы создали некоторые институциональные механизмы для организации дипломатического и экономического сотрудничества. Например, есть Казахстанско-Венгерский стратегический совет, который был создан в 2016 году. Другим важным элементом является Венгерско-Казахстанская межправительственная комиссия по экономическим вопросам, которая формирует экономическую политику между двумя странами. Что касается товарооборота, то в последние три года объём торговли постоянно увеличивается. Он составил более 600 миллионов долларов. Это на 26% выше, чем в предыдущие годы. Что Вы можете сказать об инвестиционном сотрудничестве между нашими странами? Каков объём инвестиций, которые Венгрия направила в Казахстан? Крупнейшим венгерским инвестором является нефтегазовая компания, которая находится в Венгрии, но также имеет несколько филиалов за рубежом, в том числе в Казахстане. Она инвестировала в Вашу страну более 200 миллионов долларов. Есть также много малых и средних компаний, которые могут развиваться в Вашей стране. Мы верим, что сегодня бизнесмены Казахстана и Венгрии могут развивать сотрудничество не только в энергетическом секторе. В числе приоритетных – сельское хозяйство и машиностроение. И мы считаем, что у нас есть огромные резервы для наращивания экономического партнёрства. На прошлой неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Казахстан. Что Вы можете сказать о результатах переговоров? Прошли замечательные переговоры с премьер-министром, с первым президентом и с президентом Токаевым. И я считаю, что данная встреча стала необходимым элементом для расширения партнёрства между двумя странами. И она стала хорошим бэкграундом для бизнес-сообщества. Потому что прежде всего хорошие политические отношения могут дать толчок для сотрудничества. Взаимоотношения Казахстана и Китая сегодня носят динамичный характер. Из года в год усиливается двустороннее сотрудничество. Наблюдается положительная динамика роста взаимной торговли между странами. К слову, в прошлом году нашей страной только сельскохозяйственной продукцией было поставлено почти на 430 миллионов долларов. Большим спросом в Поднебесной пользуется отечественное зерно. Было отправлено 562 тысячи тонн пшеницы. В этом году объём планируется увеличить почти в два раза. Мы за последние 3-4 года подписали 13 протоколов по поставкам сельхозпродукции. Это касается и мяса говядины, и мяса баранины, это и пшеница, люцерна, рапс. В настоящее время по отдельным видам продукции поставки уже начались. На данный момент у нас уже около 180 предприятий Казахстана. Они имеют разрешение на поставку своей продукции на китайский рынок. Также компании Поднебесной закупают медь и свинец. Большой интерес проявляется и к казахстанскому газу. В 2018 году объём транспортировок составил порядка 6 миллиардов кубометров. Из-за повышенного спроса в Китае создаются центры продаж казахстанских товаров. Один из них будет построен в городе Ухань, узловом пункте на стыке девяти провинций. В Алматы работает представительство нашей компании. Мы установили хорошие отношения с Казахстаном. Теперь в ближайшее время планируем построить в городе Ухань казахстанский центр. Здесь будут представлены самые лучшие качественные товары из Казахстана. Затем отсюда они уже будут распространяться по всему Китаю. Поднебесная проявляет большой интерес и к отечественному мёду. Осенью прошлого года в соседнюю страну было отправлено две партии сладко-янтарной продукции. А в марте 2019 в КНР экспортировали порядка 250 тонн мёда. К слову, товарооборот только между Восточно-Казахстанской областью и Китаем за прошлый год превысил 510 миллионов долларов. В том числе объём экспорта составил 308 миллионов в американской валюте. По железной дороге отправили контейнер, ну то есть вагон. Автомобильным транспортом отправили через Зимунай. Пока две партии ушло. Всё зависит от потребителей. Именно со стороны Поднебесной. Америки, Эмиратов, Монголии. Мы плотно занимаемся, работаем над составлением контрактов. Специалисты двух стран уверены, благодаря сопряжению программ Нурлыжол и Один пояс, один путь, перед Казахстаном и Китаем открываются большие перспективы по дальнейшему увеличению товарооборота. В индустриальной зоне Алматы появится совместный казахстанско-корейский завод по производству автомобилей. На первом этапе мощность предприятия составит 30 тысяч единиц в год. В дальнейшем планируется расширение производства до 45 тысяч автомобилей. Здесь будут собирать и изготавливать детали для восьми моделей корейского бренда. Компания в полном объёме передаст Казахстану все технологии и ноу-хау, накопленные в течение 50 лет. Это позволит нашим странам построить более прочные взаимоотношения в промышленной сфере. Ожидается, что первая партия новых авто сойдёт с конвейеров уже к 2020 году. Стоимость проекта почти 23 миллиарда тенге. Южной Кореи экономическое сотрудничество с Казахстаном в автомобильной промышленности особенно выгодно. Наша республика открывает в стране утренней свежести окно на внешние рынки Центральной Азии, а также ЕАЭС, где проживает более 170 миллионов человек. Продукция будет экспортироваться в страны Центральной Азии и другие страны. То есть есть большой экспортный потенциал. И по увеличению локализации также большой потенциал, который наши предприниматели обязательно реализуют. Как отмечают специалисты, строительство казахстанско-корейского завода – это стратегически важный шаг в развитии машиностроительной индустрии страны. Запуском нового производства наша республика сможет увеличить экспортный потенциал. Узбекистан и Китай расширяют границы сотрудничества. Стороны намерены построить крупнейший в мире Центр традиционной медицины и завод по производству лекарств. Проект оценивают в 60 миллионов долларов. Ожидается, что помощь в восстановлении узбекской народной медицины окажут китайские ученые. Они же проведут для узбекских специалистов обучение. Среди граждан популярна китайская традиционная медицина. И реализация данного центра, она даст еще новый импульс для того, чтобы люди больше проводили профилактические работы, а не доводили до каких-то усугубленных болезней. Потому что китайская традиционная медицина, она нацелена в первую очередь на предупреждение болезни. И мы рады тому, что частные предприниматели из Китая проявляют столь большой интерес к рынку Узбекистана, и в частности сферу здравоохранения, уже не говоря о других сферах промышленности, сферах туризма, сельского хозяйства. Китайская медицина – визитная карточка КНР и важный способ устранения культурных различий. В будущем наш центр не только будет местом, где можно своими глазами увидеть реальную китайскую медицину, но и станет комплексной платформой для научного общения, подготовки кадров и сотрудничества фармацевтики. Кроме того, наши центры и больницы будут предоставлять медицинские услуги жителям Узбекистана и народам других стран Центральной Азии. Надеемся, что наша работа принесет им здоровье. Напомню, что в 2016 году в рамках государственного визита Сидзиньпина в Узбекистан председатель КНР подчеркнул необходимость углубления сотрудничества в области медицины и здравоохранения для стран, расположенных вдоль маршрута пояса и пути. По его словам, это позволит совместными усилиями создать здоровый шелковый путь. В Кыргызстане стали уделять особое внимание развитию органического сельского хозяйства. Выращиванием экологически чистой продукции в стране занимаются более ста фермерских хозяйств. Большая часть из них расположена на юге республики. К примеру, предприниматель Макса Джапаров перенял и внедрил в своем саду опыт Голландии. Он привез новые сорта яблока, а также современные способы выращивания яблонь. Сажаем 3000 деревьев на 1 гектар. Все это окупается слегка, потому что трудовые затраты именно здесь надо учитывать, что намного легче и обрабатывается. И конечный результат, то есть, можно сказать, в сегодняшней рыночной экономике, это вы можете противостоять конкурентам своим, потому что вы получите до 80% именно высшего сорта урожая. Специалисты отмечают у сельского хозяйства Кыргызстана большой потенциал. Во многом это объясняется тем, что большинство пассивных площадей находятся в необыкновенно плодородной зоне предгорья и долин. А потому есть все условия для обеспечения доступа земледельцев к сбыту сельхозпродукции на внешних рынках по высокой цене, говорят эксперты. Новый исследовательский комплекс на базе импульсного сильноточного ионного ускорителя Айнура открылся в Назарбаев университете. Уникальная установка разработана для проведения широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований и не имеет аналогов в стране. Айнура генерирует ионный пучок с током порядка 10 тысяч ампер, длительностью 80 наносекунд и энергией до 400 тысяч электрон-вольт. Это эффективный инструмент для модификации наноматериалов. Ускоритель Айнура позволяет получать новые научные результаты в физике. Отметим, что проект является результатом трёхстороннего сотрудничества между Назарбаев университетом, Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли и Национальным исследовательским Томским политехническим университетом. Мы будем применять и уже применяем наш ускоритель для разработки новых материалов, таких как нанопорошки фотокатализаторов, а также новые материалы для наноэлектроники. Наши исследования являются актуальными и будут иметь очень важное прикладное значение для Казахстана. То есть это фотокатализаторы для очистки воды, а также транзисторы для наноэлектроники и ещё много чего. Эта установка очень гибкая и позволяет получить параметры ускорителя в зависимости от того, какая группа исследователей приходит и с какими задачами. Если задача требует одних параметров, то она может подстроиться под эти параметры. Подобная установка из-за её гибкости является двигателем научного прогресса. Мы можем подстроить её под нужды реальных пользователей. Труды выдающегося средневекового азербайджанского поэта Имадди Дина на семи стали доступны казахстанцам. В Нур-Султане две работы автора, сборник стихов и антологии азербайджанской поэзии презентовала Международная тюркская академия. Издания были переведены на казахский язык. Это событие посвятили 650-летнему юбилею писателя. К слову, по инициативе Международной тюркской академии 2019 год объявлен годом Имадди Дина на семи в Казахстане. На семи был одним из великих представителей суфийской поэзии, жившим во время направления Амира Тимура. На семи сыграл значительную роль в развитии азербайджанской поэзии. Его стихи очень схожи с произведениями Кожа Ахмета Ясауи и великого Абая, потому что его стихотворение не ограничивается только одним направлением. Он писал разножанровые произведения. Тем временем в Талдыкургане также прошла презентация книг. На республиканской научно-практической конференции, посвященной 125-летию Ильяса Жансугурова, были представлены ранее неиздававшиеся издания. Это поэмы и драмы, которые в советское время не прошли цензуру и впоследствии были утеряны. Отдельным томом изданы творения поэта, переведённые на английский язык. Среди презентованных книг имеются также научные исследования его творчества. Всего же в этом году запланировано отпечатать больше 20 книг, посвящённых Жансугурову. В ходе конференции учёные Ильясаведы также сообщили, что вышли на след ещё четырёх произведений, которые ранее считались утерянными. Ильяс Жансугуров был репрессирован. В своё время многие его труды были утеряны. Мы обнаружили некоторые из поэм и драм, такие как «Куат», «Рустем Каргана», «Бахатта Жамал», «Молскала» и «Исатай Махамбет», а также пьесу «Мак Пау». Их мы тоже будем издавать. В Кыргызском городе Ош прошёл первый открытый республиканский чемпионат по играм вальчики «Айкур». В соревнованиях, организованных федерацией по этому виду национальных игр, приняли участие 60 игроков из всех уголков республики. Стоит отметить, что состязания, направленные на популяризацию национальных видов спорта, прошли по пяти основным видам игр. Мы хотим, чтобы эта игра была общенациональной. Она сближает родителей и детей, отвлекает детей от гаджетов интернета. Мы хотим, чтобы молодёжь чтила традиции. Игра вальчики развивает мышление, вырабатывает ловкость, поэтому хотим приобщить к ней молодёжь. Эта игра заставляет человека думать, двигаться, быстро ориентироваться в ситуации. Здесь активно задействована мелкая моторика. Польза от неё большая. Игры вальчики существуют не только у кыргызов. Аналогичный вид национальных игр «Ассахату» есть и в Казахстане. К слову, в 2017 году «Ассах» вошёл в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Отметим, эта национальная традиционная игра сегодня популярна и в других странах Центральной Азии – в Узбекистане и Таджикистане.